Чтобы стать рыцарем, в средневековье нужно было родиться дворянином. В 21 веке для этого достаточно прийти в музей. Кольчугу, шлем и всевозможное оружие сюда принесли из клуба исторической реконструкции. От примерки мальчишки не удержались. Хоть и знали, каждая часть обмундирования весит по 5-7 килограммов. Кольчуга тяжелая, капец. Мне жарко. Сложно быть рыцарем? Да, сложно. Не легче было и амурским казакам. Подлинная кольчуга одного из них заняла центральное место экспозиции Албазино. Мерить и трогать экскурсовод не разрешила. Зато много интересного рассказала и показала. Вот этот овес хотел сварить кто-то из жителей Острога. Но готовка не задалась. Ее забросили за нападение маньчжуров. Маньчжуры, их называли еще степные люди. То есть люди, которые хотели непосредственно захватить нашу крепость. Как выглядела крепость? Для чего нужен Острог? И что на древнерусском означало слово «казак»? Ребята слушали экскурсовода почти час. Девятилетний посетитель музея захотел поближе рассмотреть оружие. Фамилия у Вани Бородин. Но военную историю он обожает не поэтому. Оба прадеда были участниками боевых действий. А как взял два года назад в пункте книгообмена произведения о казаках, вдохновился всерьез. Они были очень мужественные, такие небольшие. Люди сейчас такую пушку большую не могут поднять. А раньше они могли поднять. Больше об истории казаков в Вани еще десятку ребят предстоит узнать в клубе «Албазинец». Это проект для благовещенских ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. На его проведение сотрудники музея выиграли грант – 473 тысячи рублей. В течение нескольких месяцев участникам будут проводить разные мастер-классы. Устроят для них экскурсии в храм и конуспортивный клуб. А еще сошьют эксклюзивные костюмы. То есть дети полностью погрузятся в эту атмосферу. И итогом этого проекта у нас будет выступление со спектаклем в селе Албазино. То есть дети своими силами будут ставить спектакль. Ну, сценарий, конечно, будет написан. И дети по ролям выучат и будут выступать перед жителями села Албазино. Свободных мест в клубе «Албазинец» уже нет. Но посетить экскурсию о первопроходцах может любой юный благовещенец. В музее ждут звонков от родителей. Кристина Коширина, Денис Лугов. Программа «Город».